Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем гастро-канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами готовим торт, но торт необычный, потому что он у нас будет из кабачков. Это такой закусочный тортик, который можно нарезать на кусочки и поставить на праздничный стол. Или подать к столу, когда к вам, например, придут гости. Поэтому сохраняйте рецепт, он вам точно пригодится. Кабачок первым делом нужно натереть на терке или, как я, воспользоваться кухонным комбайном. Точнее, это у меня блендер от бренда «Браун». Ссылку на него я оставлю в описании к видео, и там же будет промокод на скидку. У этого блендера есть множество насадок, и с помощью одной из них можно даже натереть продукт. По текстуре получается точно так же, как если бы я натирала на обычной терке, но по времени намного быстрее. Вот такой у нас получился кабачок. Теперь нам его нужно посолить. Добавляем немножко соли, перемешиваем и оставляем постоять примерно на 10-15 минут. Кабачок должен дать сок, а сове ему в этом поможет. Чтобы кабачковые блины получились идеальные, в меру влажные, сочные и не растекались на сковородке, лишний сок нам необходимо отжать. Я также отжимаю сок, когда готовлю кабачковые вафли. Рецепт тоже есть у меня на канале, и это, пожалуй, самые вкусные вафли, которые я когда-либо пробовала. А вот для кабачковых оладьев я обычно сок не отжимаю, поэтому это все зависит от рецепта. Спустя 10-15 минут мы откидываем наши кабачки на сито, делаем вот такую вот конструкцию, как у меня на видео, и слегка надавливаем ложкой на кабачок, чтобы вытек лишний сок. И затем наш отжатый кабачок отправляем в большую миску, в которой мы будем замешивать тесто. Разбиваем сюда же 2 яйца. У меня здесь яйца довольно крупные, если вы используете яйца мелкие, например, второго сорта, то можно взять и 3 штуки. Затем сюда же в миску мы наливаем молоко. Молоко обычной комнатной температуры, подогревать его не нужно. Дальше насыпаем муку. Мука тоже обычная пшеничная, я ее предварительно не просеиваю. Вообще муку просеиваю исключительно только на бисквиты. Дальше добавляем разрыхлитель и хорошенько перемешиваем наше тесто. Перемешиваем с помощью обычной столовой ложки. Миксер, блендер и, например, венчик нам здесь точно не пригодятся. После того, как мы замесили однородное тесто, добавляем в него растительное масло. Масло нам понадобится примерно 2 столовых ложки. Я использую подсолнечное рафинированное масло без запаха. И снова хорошенько перемешиваем наше тесто. Посмотрите на консистенцию, оно по густоте получается среднее. Что-то среднее между тестом на оладьи и тестом на жидкие блинчики. Дальше мы с вами переходим к плите. Берем хорошую блинную сковородку и хорошенько ее разогреваем. Можно смазать ее небольшим количеством растительного масла. Я обычно пользуюсь вот такой вот силиконовой кисточкой. Выкладываем наше кабачковое тесто на сковородку, разравниваем ложкой и жарим как обычный блинчик. Как обычно, с первым блинчиком могут возникнуть трудности, но потом вы приноровитесь и у вас будут получаться ровные, красивые и вкусные блины. Здесь главное, чтобы сковородка тоже была хорошая, чтобы она равномерно прогревалась и у нее было толстое дно и желательно антипригарное покрытие. Переворачиваем блин на другую сторону и жарим таким образом все блины, пока наше тесто не закончится. Посмотрите, какие блины у нас получились. Пока что мы убираем их в сторону и займемся начинкой. Для начинки нужно взять свежую зелень. У меня это был укроп, но вы можете брать любую зелень, которая вам нравится. Кинзу, петрушку, зеленый лук, в общем, все, что хотите. Зелень нужно мелко порезать и затем сложить ее в миску. Теперь к зелени можно добавить чеснок, если вы его любите. Я очень люблю именно сухой чеснок, то есть гранулированный. Свежий в нашей семье как-то не приживается, мы его практически не едим. Но если вам больше нравится свежий чеснок, то, конечно, добавьте его. Дальше сюда же мы добавляем майонез и сметану примерно в равных пропорциях. Мне кажется, что так получается вкуснее. Но если хотите, вы можете сметану не добавлять, а делать крем для тортика исключительно из майонеза. А еще я видела, что используют майонез и сливочный творожный сыр. Мне кажется, это тоже очень хорошая идея. Наш крем мы хорошенько перемешиваем до однородности. И все готово. Теперь можно собирать кабачковый тортик. Берем блюдо. Блюдо должно быть сразу то, на котором мы этот торт потом будем ставить на праздничный стол. Тортик можно собирать сразу, но я решила сделать такой красивый тортик. У меня было специальное кулинарное металлическое кольцо. И я обрезала лишние края с помощью него. Конечно, так можно не заморачиваться, а просто сразу начать собирать тортик. Это совсем не обязательно. Но такое кольцо вообще хорошо помогает на кухне, потому что с его помощью можно обрезать коржи даже для бисквитов, не только для блинчиков. Поэтому, если вы часто готовите тортики, то задумайтесь о приобретении такого гаджета. Я его заказывала, по-моему, на маркетплейсах. Обрезаем таким способом все наши блинчики и складываем их в стопку. И теперь начинаем собирать наш торт. На тарелку кладем блинчик и хорошенько смазываем его нашим майонезно-сметанным кремом. Крема, то есть соуса, жалеть не нужно. Нам нужно, чтобы нижний блин и верхний, который будет лежать сверху, хорошенько пропитались, поэтому крема должно быть достаточно много. Теперь на этот крем выкладываем следующий блинчик и также обильно смазываем его кремом. И повторяем до тех пор, пока наши коржи, то есть блинчики, не закончатся. Кстати, этот рецепт мне напомнил рецепт печеночного закусочного тортика, который также готовится из печеночных блинчиков, и каждый блинчик смазывается майонезно-сметанным кремом. Помню, я впервые попробовала такой тортик у подруги в гостях, его мама очень вкусно готовила, и с тех пор он мне прям запомнился, и я люблю есть его на Новый год. Самый верхний блин мы тоже смазываем кремом и украшаем наш тортик помидорками черри. Если черри у вас нет, можно украсить обычными помидорами. Кстати, в некоторых рецептах я встречала, что помидорки прокладывают между коржами тоже, но мне показалось, что без них как-то будет лучше и ровнее. Убираем торт в холодильник минимум на 2 часа, лучше оставить на ночь, чтобы он хорошенько пропитался, и посмотрите, какая красота у нас получилась. Ингредиенты я оставила в описании к видео. Всем желаю приятного аппетита!